Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил Господи, прости меня грешным и помилуй. Светися, светися, Новый Иерусалиме. Слава Богу Господне на тебе воссия. Легко и ныне веселись о сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица. А восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскреси измертвую Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисты Твоей Матери, силы щаснагожетворящего Креста, святых ангелов наших хранителей. И всех ради святых помилуй. И спаси на всякое благо, если и человека любят. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславя согрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущему в гробах живут дрова. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущему в гробах живут дрова. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые по сети исцели и немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Своей Сына и Святому Духу и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь. Аминь. Лочь наш, сущий на небеса, посвятит Своимя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, сущный, дай нам на сей день, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем, блажнякам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое Рис, Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Аминь. Встал после сна, преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открою стану, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и одеяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благо даю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное этого человеколюбие и поднял меня, спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слово Твое, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открою уставное, чтобы прославлять Твоем благодарным сердцем, и воспевать святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и всегда, и в овеки веков один. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припойдем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 58 Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня! Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от товарожадных! Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи! Без вины моей избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри! Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников! Вечером возвращаются, они воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, уста их меси в устах, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог, заступник мой, Бог мой, милующий меня, предварит меня, Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй, чтобы не забыл народ мой. Расточи их с силою Твоею, и не изложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть, грех уст их, да уловятся они в гордости своей заклятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Яковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас мином изумление, даруя боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твоей. Спаси десницею Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю сихем и долину цахов размерю. Мой Галаат, мой Монассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маава, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, восклицай мне земля филисимская. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не зложит врагов наших. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитвы моей, от конца земли взываю к Тебе в уныние сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем и покоясь под кровом крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, летай его, продлив род и род, да прибудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине, охранять его. Я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть во греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Ладыка, человеколюбче, встал после сна, и спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела, я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире от дьявольского искушения, и спаси меня, и вели в царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 и преподобных богоносных отцов наших и всех святых помилуй нас аминь аминь боже наш милостивый небесный отец помилуй детей наших за которых мы смиренно молим тебя и которых придаем на твое попечение защиту вложи в них крепкую веру научили благоговеть пред тобой у застоя их крепко любить тебя нашего создателя и спасителя направь их боже на путь истины и добра чтобы они все делали во славу твоего имени научи их благочестиво добровольно жить быть добрыми христианами полезными людьми дай им здравия душевное и телесное и успех труда избавь их от хитрых козней дьявол от многочисленных соблазнов от скверных страстей от всяких нечестивых беспорядочных людей ради твоего сына господа нашего иисуса христа по молитвам его причистой матери и всех святых приведи их к тихой пристани твоего вечного царства чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили тебя с единородным твоим сыном и же творящим твоим духом аминь аминь господи боже наш возри на детей наших не спошли на них духа премудрости разума благочестия просвети их светом твоего благоразумия чтобы они скоро уразумели усвоили изучаем ими предметы потребили их на благо твоей церкви на пользу ближним его свое спасение потому что ты источник премудрости и тебе славу возносим всегда ныне и присно и во веки веков аминь продолжайте молиться спаси господи и помилую отца моего духовного родитель из родника благодетель митрополита лариона епископа евтихи вениамина агафангела диамида тихона антония священный реакима павла геннадия сергия сергия василия анна михаила наума кирилла амбросия вадима засима и андрея максима владимира и глебу не дай погибнуть диаконов евгения александра михаила андрея епископа максима митрополита сергия патриарха кирилла венедикта франциска корнили александра диодора тихона и весь священнический инощий скищин и высший истинный служитель миссионеров христианам язычникам и иудеям мусульманам и буддистам нас по милой милости твоей а ради слава тебе господи за тихую мирную ночь что жизнь нашу продлил и разум сохранил дай нам желание трудиться обнаружить и умножить наши таланты дарованное тобою и для всего пошли нам добрых помощников наставников советников и сохрани нас от всякого рода зла и греха и в этот день слава тебе боже наш слава тебе сохрани нас здесь селение наше от пожара от воров от нечистой силы живущих там андрея игоря игоря серафиму владимира и обрати наставь людмилу любовь владимира владимира алексея и иосифа прищи добрых жителей с детьми послушными заповедям твоим любящими уставы и сохрани школу спаси и помилуй татьяну наталью игоря марину никиту щадо их виктора сергея севастьяна людмилу не 0 легкий ну расшир проповедь для каждого человека до эту возможность эти новые души оси и помилуй надежду валентина и катерину наталья стасе евгения романа михаила нину анну юрия сергея сергея александр 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 рахиль еда и катерина и катерина галину и новые души найди обрати и возри господина угрозы врагов на и злодейство в разуме их и примере с нами и судный день не помине их безумие максима александра александра евгения антонию дай господи страх твой святой судный день и помине их безумие сергея виктор и отступников найди и возврате на путь спасения михаила николая александра юлию анастасия и от пьянства избавил павла михаила андрея владимир александр и игоря и все наше родство на дедаке и валентина ирину татьяну марфу нину ольгу или на марию татьяну и романа избавь от духа лжи и упрямства где он находится не дай ему погибнуть благословение кита виталия и дары всем духовное рождение свыше посетить болящих дай силу крепость не возроптать и пошли мы исцеление валерия и лариона кирилла надежду татьяну татьяну валентина валентина мария александра татьяну и нас помилуй милости твоя ради посети наших благодетелей воздаем добром елену евгения наталья юрия эдуарда надежду и сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь их пути для пользы и спасения многих людей и трудящихся игоря юлию димитрия виктор сергея сергея андрея андрея веще слава димитрия италия всех помогающих в этом деле благослови найди тимофея тимофея мартина германа александра леонтия симона аллилуйя путешествующих благослови и сохрани раиса льва виктор виктор лидия джастеса и стива найди откроем истину твою и жизнь устрой по воле твоей святой господи иисусе христе сыне божий помилуй нас господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного слава тебе наш бог и иегова а воочи свят 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 господь саваоф вся земля полна слава его аллилуйя слава выше богу на земле мир в человеках благоволение благодарю тебе господь за день в который дал мне веру в тебя страх пред тобой и ожидание суда божия благодарю за день в который дал мне святую библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви как на истину помилуй нас господи помилуй нас пресвятая госпожа богородица пресно дева мария матерь христа бога нашего спаси нас молитвами своими господи воздай добром и милосердием твоим к тем людям кто помогал нам путешествие ты знаешь благослови павла зинаиду владимира людмилу надежда димитрия сергея аллилуйя этого андрея падшего найди обрати и алексея наставь на путь истины и удали человеческое тщеславие ибо со всех сторон облепили его лжецы дай ему покаяние аллилуйя слава тебе боже наш ангел христов хранитель мой святой моли бога о мне грешим благодарите в мой ангел сколько лет ты хранил и защищал не покинешь смертный час когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мою помытарством и введя навеки вечное царство христа бога нашего аллилуйя ян креститель притеча христов моли бога о нас научи нас жить и в бедность имея пропитание одежду быть благочестивым и довольным никогда не роптать никому не завидовать и быть во всем экономным научи нас ибо него что ставящий малое мало по малу придет в упадок святитель христов никола мир ликейский чудотворец моли бога она с укрепи народ свой чтобы не страшиться ни царей не начальствующий и не участвовать бесплодных делах тьмы но и облечать аллилуйя молите бога о нас святые пророки божий пророк илья и лисея и нох моисея и самуил аарон ио авель но иосиф патриархи ездранием и амос на ум исаи и римея варух языки ильусея и аиле агей сапония захария малахи и давид нафан данил отроки пророк михея в раме саакьяков да исполнит господь духом пророческим церковь свою дабы день прихода то наше отшествие не застал нас не готовыми но чтобы выше навстречу тебе господи истинными горящими светильниками истинной веры и сосудами полумиле добрых дел соделанных духе святом с любовью аллилуйя молите бога о нас святые ангелы и архангелы и херувимы и серафимы все небесные силы престолу божию предстоящую молите бога о нас святые апостолы петр и павел и ангелисты матфей марк лука и а да дарует господь желание всем сердцем служить тебе и благовестие да наполни душу нашу а той великой радостью чтобы все делились другими не знающими тебя слава тебе боже наш за слово твое с которым мы имеем доступ к спасению аллилуйя молите бога о нас святые мученики и мученицы игнатий богоносец поликарм смирский устин философ косма и демьян андреев стратилат и ирон мученик климент римский климент танкирский анфимник и медийский георгий победоносец пантелеимон 40 святых мучеников царь николай святое царское семейство владимир венамин и 8 борис и глеб молите бога о нас да сохранит и укрепит господь народ свой дабы никто не принял очертания зверя антихриста анфима вениамину дай веру старшие родители за такое ложное воспитание молите бога о нас святые отцы и василий великий григорий богослов ян зата у сафанасия великий ефрем сирин антоний макарий макарий антоний феодосий корнилию сергий радонский степан перский серафим саровский антабольский анхронштадтский аншанхайский кирилла мефодия иннокентий николай макарий алтайский пиларет и все переводчики священного писания молите бога о нас да укрепит нас господь и сохранит в святой православной вере а замысла ретюков господи разрушив ничто преврати молите бога о нас святые жены и девы фёкла первомущенца фатина самаренина феврония вера надежды любовь матер софия наталья адриан варвара екатерина перепятую татьяна ирина ольга елена и нина мария магдалина мария египетская при скилла акила андроник июня киприяна устина на дарит господь послушание и молчание соломудрия и стыдливость жёному сохрани хоть всяческого рода поругание аллилуйя исправь непокорилась галины семейства евгений надежды надежды святого мария людмила и анна и прими нашу молитву господи и воздяни рук как жертву вечернюю благоухание приятно перед престолом благодати твоей и соедини молитву нашу с молитвами всех святых молящихся тебе на небе на земле услыши боже и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших на молиться о них спаси их и помилуй этого евгения аллилуйя говори господи владыка слушайте заслышит рап твой ами и доброе утро всем и христос воскрес сергей нужно срочно отправить груз на почту полный комплект ты ко мне заехай помоги пожалуйста как подъедешь сегодня занятый день продолжаем чтение книги когда игнати тихонича лапкина к истинному православию что же касается борьбы оружием то совершенно справедливо говорит оригин что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае если бы император их к этому принуждал под заголовок напомню а я говорю вам любите врагов ваших о войне речь идет так же решительно высказывается и тертулиана невозможности христианина быть военным цитата не подобает служить знаку христа и знаку дьявола говорит он про военную службу крепости света и крепости тьмы не может одна душа служить двум господам да и как воевать без меча который отнял сам господь неужели можно упражняться с мечом когда господь сказал что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет и как будет участвовать в сражении сын мира цитата безумствует мир во взаимном кровопролитии говорит знаменитый киприан и убийство считаемое преступлением когда люди совершают его по одиночке именуется добродетелью если делается в массе преступникам приобретает безнаказанность умножение ярости в четвертом веке лактации говорит тоже не должно быть никакого исключения в заповеди божией что убить человека всегда грех носить оружие не дозволено ибо их оружие только истина 18 февраля лев папа когда грозила гибель а риму вышел к акиле предводителю гуннов и варвар увидел двух ангелов возле первого иерарха и отпустил не милиция не чекиста охраняли митрополита будущего патриарха покоряйтесь народы ибо с нами бог так поют но так ли это чудо от принесения иконы владимирской было несколько раз 21 мая июнь 23 август 26 от махмед гирея крымского хана в 1521 году от ахмад хана в 1480 от нашествия тамерлана в 1395 году вот описание это по житиям святых при благоверном князе василий дмитриевич и втором 1389 по 1425 годы жизни и митрополите киприане огорянский царь монгольский завоеватель тамерлан поднявшись с востока покорил много стран взял елец умертвил многих христиан и похвалился взять всю всю землю русскую и искоренить веру христианскую направлялся к москве страница 463 3 августа сопротивление было настолько бесполезным что о нем мы не помышляли достойно но открыли все храмы и день и ночь шли молитвы к престолу божию объявлен был пост как в неневе тамерлан уже когда была принесена в москву из владимира икона божией матери был тревожный сон он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном видении на небе женщины необыкновенной красоты и с нею мужей и как ему грозили они предвещая в случае его похода на русских смерть и хотя его никто не преследовал он бежал в страхе давая друг друга его войска бросали оружие и оставив свою добычу поражаемый без пролития крови и был путь его против давнего врага россия астраханского хана которого он разбил и сам внезапно где-то умер и все войско его как вода ушла в песок и через восемьдесят пять лет летописец пишет нет не оружие не мудрость человеческая но сам господь спас ныне россию советские историки не умея никак объяснить отступление от амерлана его железного хронца вычеркнули его вообще из истории мы же читаем что военная стратегия тут не помогла но с большой буквы тот кто праведно судит и воинствует книга откровений 19 глава с 11 по 16 стихи кто дарует непобедимое оружие своим свидетелям послание ефесянам 6 глава с 10 по 20 стихи послание ефесянам 6 глава с 10 по 21 стихи наконец братья мои укрепляйтесь господом и могуществом силы его облекитесь во все оружие божие чтобы вам можно было стать против козни и дьявольских потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мира правителей тьмы века сего против духов злобы поднебесной для сего примите все оружие божие дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять и так станьте припаяться в чресла ваши истины и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир а паче всего возьмите щит веры которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божие всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне дабы мне дано было слово в устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования для которого я исполняю посольство в узах дабы я смело проповедовал как мне должно один покоряет под ноги христиан сатану он один покоряет под ноги христиан сатану и его служителей римлянам послание 16 глава 20 стих боже мира сокрушить сатану под ногами вашими вскоре благодати господа нашего иисуса христа с вами аминь царь же полный сильного гнева с нечестивым замыслом вышел целым походом со зверями желая по жестокости сердца велить собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей когда иудеи увидели пыль поднимавшуюся от слонов выходивших из ворот исследовавшего с ними вооруженного войска и также от множества народа и услышали сильно раздавшиеся клики то подумали что настала последняя минута их жизни и конец их несчастнейшего ожидания подняв плач и вопль они целовали друг друга обнимались с родными бросаясь на шеи отцы сыновья а матери дочерям иные же держали при грудях новорожденных младенцев сосавших последнее молоко зная однако же прежде бывшие им заступления с неба они единодушно пали ниц отняв от груди младенцев и громко взывали к властвующим над всякую властью умоляя его помиловать их и явить помощь им стоящим уже при вратах ада царь всесильный высочайший бог вседержитель милостиво управляющий всем созданием призри отец на семя Авраама на детей освященного Иакова на народ святого в дело твоего странствующий в земле чужой и неправедно погубляемый ты жестокого царя ассирийского синахирима числаившегося бесчисленными войсками покорившего мечом всю землю и восставшего на святый город твой в гордости и дерзости произносившего хулы не сложил явно показав многим народам твою силу те же которые обрекали их на погибель и на пищу хищным птицам и с радостью делали им перепись теперь объятые студом властинали и дышавшая огнем дерзость угасла с позором 3 книга Маковейская 5 глава с 31 по 34 стихи 6 глава 2 4 31 стихи 7 глава 7 стих и 2 книга Маковейская 8 глава 36 стих 9 глава 10 глава 29 стих с неба его всадники и крест в душе святой Никита память 7 сентября святой Константин память 21 мая когда же путь народа божия не угоден в очах божьих то ни иконы ни ковчег не помогут но попадут в руки врага 1 книга царств 5 глава святой Борис 2 мая бесы боятся креста но злой человек и креста не боится Корнилий Игумен Псковский память 20 февраля вышел на встречу Ивану Грозному он же приближившись выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом и этот сына убийца еще до Никона то есть стара Брявис называется благочестивейшим защитником православия таких лютых не было и у эритиков меч не пригоден для защиты даже за Христа вложи меч твой в его место Евангелие от Матфея 26 глава 52 стих в его ветхозаветное место отныне же кто мечом убивает тому самому надлежит быть убитым мечом книга откровений 13 10 Христос навеки убрал меч из рук своих последователей но враг не может нас пленить а я говорю вам плен как и война тоже есть наказание за грехи наши если ты когда перейдете за Иордан в землю которую Господь Бог ваш дает вам будешь слушать голоса Господа Бога твоего тщательно исполнять все заповеди его которые заповедуют законе 28 1 всех пастырей твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои пророк Иеремия 22 глава 22 стих пророк Иезеки 30 глава 17 18 за это остались в плену и вот пали отцы наши от меча а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле не своей до ныне вторая книга пророк Иеремия 29 глава 9 стих в садне отцов наших мы в великой вине до сего дня из-за беззакония наши преданные были мы цари наши священники наши в руки царей иноземных под меч в плен и на разграбление и на посрамления как это и ныне 1 твоя книга иезда 9 глава 7 стих и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага псалом 77 61 стих зато народ мой пойдет в плен непредвиденно им вельможи его будут голодать и богачи его будут томиться жаждаю низверглись пали вместе не могли защитить носивших и сами пошли в плен про креса 5 глава 13 стих и 46 глава 2 стих и для согрешающих живущих не раскаяно плен будет продолжителен все цитата ибо он и к нам вавилон прислал сказать плен будет продолжителен стройте домы и живите в них развалите сады и ешьте плоды их рука ремия 29 28 зато ныне пойдут они в плен во главе пленных и кончится ликование изнеженных книга про руководство 6 глава 7 стих 8 решено она будет обнажена и отведена в плен и рабыни ее будут стонать как голуби ударяя себя в грудь но и он переселен пошел в плен даже и владенцы его разбиты на перекрестках всех улиц а знатных его бросали жребий и все вельможи его окованы цепями книга про рука наума 2 глава 7 стих и 3 глава 10 стих и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы иерусалим будет попираем язычниками доколе не окончатся времена язычников евангелие от луки 21 24 ибо кто ведет в плен сам пойдет в плен откровение 13 10 плен же святых не страшил сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку и она служила жене неимановой 4 царство 5 2 и когда они в земле в которую будут пленены войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе в земле пленения своего говоря мы согрешили сделали беззаконие мы виноваты 2 2 книга 6 глава 38 стих это все имеет силу для тех кто верит в будущее царство Христа которое будет во веки веков с позиции вечности все выглядит иначе и возбуждало к ним сострадание во всех пленявших их псалом 105 46 при всем том народ не покаялся и не отступил от грехов своих доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле книга Сирахова 48 48 16 из плена выводили не войсками не силу и оружие но благодатью данной от Бога святым память 12 июня Петр Афонский обещал монашество уйти когда вывел его из плена святой Николай 4 память 4 ноября Иоанникий Великий вывел не раз из Болгарии пленных невидимо и однако святому сему много ли посвящено храмов память 11 мая Мефодий выпросил 900 пленных 25 июля Макарий Желтоводский отпущен хан и с ним 400 человек память 11 декабря Никон Сухой Печерский не пожелал из плена выйти и Бог в цепях доставил его из плена память 23 апреля Георгий Победоносец юноша из плена от Сарацин доставлен память 28 февраля лев епископ отдал себя в плен за трех больных пленных но в пути сам заболел и был усечен и хотя жития святых как доказывают были стилизованы под существующих правителей их строй предмитрий ростовском но и из этих жизнеописаний видим что воины христиане были в войсках языческих императоров всегда во все времена уже с начала второго века память 6 сентября Роман Ромин в войсках Трояна 98 117 годы было обнаружено 11 тысяч христиан не будем же говорить что языческие деспоты все бывшие гонителями христиан были честные и вели освободительные а не захватнические войны и приходится признать или все же были это не христианские специальности быть наемным военнослужащим или слов Христа не убей не клянись не было память 11 ноября Виктор христианин воин узнали о том только тогда когда его послали истреблять христиан и он отказался это исполнять а воевать это не возбранялось считать за врага и убивать того кого и в глаза не видел да то ли и только потому что это поведел языческий военачальник память 10 октября фи от фе тек фе тек фе среди воинов было много христиан память 30 мая Исаакий долмацкий бог воздвиг варваров с дуная были ли тогда Это отказники, которые понимали бы учение Христа так, как Господь изрек в своем учении. Вопрос. Вот несколько житий святых. Память 7 ноября Иерон. В царствовании Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, повелел записать в войско всех годных к валенной службе мужей и юношей. Но Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Страница 136. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белой одежде, и возвестил ему крутким и плотным любви голосом. Спасение, Иерон, благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за царя небесного, и не за скорую гибнущую славу земную будешь ратовать. В память 21 апреля, страница 314, мученик Феодор. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор, на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. Форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав. Я знаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом. И не желая быть воином для другого царя. Ты был казнен. Память 3 февраля. Роман Углический. Не хотел сопротивляться Батыю. Страница 38. Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. 19 августа. Андрей Стратилат. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него уверовало 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. Им обратился святой Андрей с речи. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него. И так будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, приими души рабов Твоих, которые мы предаем руки Твоим». Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами, обнажив мечи и заскоржетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воины Селевека без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день во втором часу дня. Страница 236. Вот что известно из истории церкви. В честь отказников от службы нет поименованных храмов нигде, и может статься, что никогда и не было. Отчего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается? И народ об их житиях не знает ничего, и как бы не было таких святых? Но бесчетное число раз повторяются только те подвиги и тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя даже явным безбожникам нравятся поступки те. Вот так выглядит по статистике. По списку приходов Русской зарубежной церкви 1992 год 335 храмов и часовен различных названий 78. Из них Никольских 42, Покровских 30, Свято-Троицких 18, Воскресенских 17, Александровских, Серафимовских, Владимировских по 11, Михайловских 6. На первые 8 номинований составляющие 3% проходится 153 церкви, то есть одна треть храмов. И еще в Святцах примерно 745 мужских имен в память святых, а храмы всего лишь в честь 39 имен. Это же и в России на 20 тысяч храмов та же арифметика гамма-спектр имен в честь кого названы храмы не увеличивается и даже более скурен, то есть только в честь 5% русских имен мучеников называются храмы. В честь отказников Иерона, Феодора где эти храмы? Женских имен по Святцам 250, а храмы названы в честь 12 святых, то есть те же 5%, а 95% не востребованы, забыты, не знаемы народом. Чтимы в России икон чудотворных 301, а известных 210, а храмы названы в честь только 7 икон. Почему? Раньше на Руси употреблялось около 272 имен при наличении детяти, 36% от всех имен по Святцам, женских употреблялось около 103 имен, то есть около 44% были в употреблении. Ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен, то есть 7%, а у женщин едва ли 45 имен в ходу, то есть 18% от общего их числа. Из известных имен архангелов 9, откровения 12, глава 7, 8, стих 3, езды 4, 1, Тавитон 5, 20, в названии храма встречается только один. Архангел Михаил. В честь Гавриила очень редко, а в честь и Егудиила и других, где храмы? Почему и кто все так однобоко, ущербно навязывает людям? Как в жизни, так и имена батюшек везде. Николай, Александр, Владимир, Михаил, Иваны, Петры, и Василии, из народа же выходцы, так и в почитании святых их дел. Вот почему безбожники постоянно муссируют только один подвиг святого Сергия Раднишского. Благословил на войну с татарами за независимость Родины, дал двух иноков на войну, хотя это есть прямое нарушение канонов церкви. Цитата. Епископ или пресвятер или дьякон в военском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священного чина, ибо кесарю кесарева и богу богова. Пустарское правило 83. Учиненным единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни в военную службу, ни в верской чин, иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому, что прежде избрал для бога предавать анафеме. Шестой членский собор, седьмое правило. Из всех ветхозаветных светил дьявол спорил только об одном теле, о Моисеевом. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненному судану, сказал, да запретит тебе Господь. И сие злословие то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Иуда 9-10. Почему? Одно из толкований говорит, забывшее убийство египтянина, он не достоин доброго погребения. из новозаветных русских святых. Подобное мы видим только на двух святых. На святом Сергии Радонежском релихи называются перевоплощенным Сергием Радонежским в их телах, якобы его душа. За что? Не за то ли в кавычках благословение, которого, как говорится, в тайне святых и не было, а только святый Сергий, наклонившись князью Дмитрию, предсказал о победе. И только изображение святого Александра Невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Только он и никто другой. Почему? Не закров ли пролитую человеческую святой Александр Невский память 1219-1236 год канонизировал 26 февраля 1547 года. Службы святому составили инок Михаил и архимандрит Викентий. Первый храм в честь благоверного князя воздвигнут около 1630 года в Москве. В настоящее время 1893 год в каждом городе обширной земли русской существуют храмы и часовни посвященные Александру Невскому. только с 1789 года по жизнеописанию этого защитника земли русской. И святые воины не за воинские подвиги прославлены церковью. Отнюдь. Сергей, ты пропустил целую строчку пропустил. 27 книг. Только с 1789 года по 1880 годы написано различными авторами 27 книг жизнеописаний этого защитника земли русской. То есть об Александре Невскому. И святые воины не за воинские подвиги прославлены церковью. Отнюдь. И не было в их жизни от юности возлюбил Иси Христа. Да не правда же это. И понятно, как сердце в кавычках патриота возмутиться, слыша это. Ему поблазнится кощунство в этих рассуждениях. Но без гнева и сомнения поднимите руки к Богу, если они не в крови одобрения и совершения убийства. А грех одинаков и на том, кто убивает, и на том, кто благословляет на войну. И на том, кто просто считает, что нужно против плоти воевать, убивать людей по другую сторону бригад, убивать тех, кто так верит, или не с той стороны границы стоит. Сергей, где ты... Так, ты не пропустил, кто так верит, кто не так верит. Не. Это же... Убивать тех, кто не так верит, или не с той стороны границы стоит. Господь сотрет припирающихся с ним. С небес возгремит на них. Господь свят. Да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, и да не хвалится богатой богатством своим. Но желающий хвалится, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Первое царство 2.10. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Иакова 3.14. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Серахова 15.12. А следовало бы сказать в каноне святому Александру, от юности был патриот земной родины, и от юности возлюбил Иси воинское дело, любя независимость своей любимой земной родины, одержал многие земные победы. Но в скорбный час смерти отреклся Иси от всей суетной славы, приняв ангельский чин, и ныне заступник земли русский, пребываешь пред престолом Господа Саваофа. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятным к Нему и за Бога так припираться? Строго накажет вас Бог, хотя вы и скрытно лицемерите. Книга Иова, 13-я глава, 7-я по 10-й стихи. На сегодня остановимся. Сергей, не забудь хлеб привези сегодня. Хорошо. Вопросов нет никому? Вот сколько прослушали сегодня, сколько цифр, какие даты. Это все абсолютно из разных библиотек, из разных книг, и не один работал, а помогали люди. И поэтому я когда отослал этот материал Смирнову, от Дмитрия это. Ну, ясно дело, что ему надо благословлять, а тут доказательство, что этого не надо делать. И мне обратно и ответ пришел. Нам этот материал не подходит. Но это еще хорошо, что просчитали, если... Ну, ладно, тогда все, уходим. Смирнов.